Здравствуйте, уважаемые зрители День ТВ. Мы продолжаем неформальный цикл бесед с Сергеем Вячеславовичем Савельевым по поводу эволюции. Сергей Вячеславович, приветствую вас. Здравствуйте. Вот в прошлой беседе по поводу интеллекта мы говорили, ну, в основном про насекомых. А сегодня вы предложили тему рептилий. Давайте поговорим об этом. Ну, рептилия – это как бы апофеоз у нас интеллекта сегодня будет. А так начнём, конечно, издалека, как в знаменитом анекдоте, про то, как вообще сформировался мозг позвоночных и вообще из чего он вышел. Ну, вот у нас, смотрите, много сотен миллионов лет существовало ли растения, насекомые, там, ногоножки разные, более примитивные, менее примитивные, беспозвоночные, они, конечно, намного древнее, чем хордовые позвоночные. Как же произошло это несчастье? Здесь два слова надо сказать, потому что как-то это всё туманно обычно так обрисовывается. Вот они захотели из Сталинова. Нет, существует достаточно хорошо разработанная модель происхождения современных хордовых из беспозвоночных. Как это могло произойти, всё дело? Ну, дело в том, что самые примитивные, это у нас, как известно хорошо из школьного курса, это кишечно-полосные, то есть у которых, ну, классическая пресноводная гидра. Вот скоро пруды прогреются, и, значит, любители, юные натуралисты, тем более сейчас микроскопы доступны, можно даже с видеовыходом там, можно пособирать, и там это как раз объект для юного натуралиста, для развития интеллекта очень хороший, потому что они где-то около миллиметра. То есть микроскоп со слабым увеличением, купленный в магазине, он, значит, соответственно, вполне устроен, чтобы там держать ту гидру, кормить и в увеличенном виде на неё смотреть. Они, у них тоже уже есть нервная система, хотя это кишечно-полосная, она такая диффузная, то есть похожая на старую советскую авоську, в которых в узлах нейроны. И щупальцами они забрасывают пищу, переваривают, а потом их бросают назад. Всё очень просто. Делятся почкованием, как многие надеются в ближайшем будущем, когда отпочковывается гидра такая. И самое главное, что несмотря на простоту нервной системы, она в виде такой сеточки внутри этого организма и небольшое окологлоточное кольцо, даже у этих организмов признаки интеллекта есть. То есть проводились многочисленные опыты с морскими актиниями, они покрупнее и показали, что даже у них можно выработать непродолжительный по устойчивости условный рефлекс к тому, чтобы, например, кусочки рыбы дым давать или там обманки, бумажку. Они бумажку закидывают вовнутрь и выбрасывают, потому что это не еда. Ну вот, мокрая бумажка. Ну и быстро привыкают к тому, чтобы бумажку не закидывать. Я почему на этом остановился? Потому что вот от этих радиально-симметричных, там нет симметрии даже как у насекомых, существо всё и началось. Ну и мы отделились от хордовой позвоночной, от всего эволюционного ствола безпозвоночных довольно давно на уровне таких небольших, судя по всему, плоских червей, типа современных турбилярий. Что это такое? Такой маленький плоский червячок. Из школьных учебников все помнят планарию. Ну это такой плоский, свободно живущий червяк, около сантиметра, беленький. Часто ползает, заводится в аквариумах всё. С ним связана знаменитая история, напомню. Это когда передовые западные учёные обучили такую планарию лазить в Т-образном лабиринте, ну то есть выбирать хороший участок, а не там, где бьют электрическим током. А потом взяли её, разрезали и скормили неучёным. Ну и неучёные тоже полезли в нужное направление, и западные исследователи, если так их можно назвать, опубликовали знаменитую статью, что надо сожрать всех профессоров. И тогда все сразу резко поумнеют. Ну то есть они, видимо, не догадывались о том, что в желудочно-кишечном тракте всё это расщепляется на очень неинформативные молекулы. Но такой глупости в таких журналах, как Nature, регулярно появляется полно. Так вот, вот эти вот плоские черви, у которых чем они интересны для нас? Совершенные червяки. У них два нервных ствола, и потом они сблизившись на брюшной стороне дали весь, всю гигантскую группу членистоногих. Это отдельная история. Но были те, у которых есть четыре ствола нервных, и они сошлись вот таким образом. И нижний ствол дал наши брюшные ганглии. Прошу обратить внимание, что у нас и чревные, и брюшечные ганглии. Они отдельные и асимметричные идут по оси тела. Это как раз след того самого события, когда два нервных ствола турбилярии вот так сошлись. То есть брюшной разделился и дал ганглии наших внутренних органов, а верхний, слившись, дал нашу трубчатую нервную систему. И вот с этого момента, собственно говоря, и началась история позвоночных. Потому что для придания твердости, так сказать, незыблемости этой самой центральной нервной системы сформировалась хорда большая, как у ланцетника, она там в 10 раз больше, чем нервный ствол, который выполняет защитные функции и так дальше. Но самое любопытное началось позже, когда вот эти самые позвоночные оказались более эффективной группой для увеличения размеров тела. О беспозвоночных, как все хорошо знают, кто учился, значит, в соответствующих местах, соотношение массы тела к размеру количества мышц, которые можно поместить вовнутрь скелета наружного, ну, как у жуков. Скелет снаружи, мускулатура вся внутри. Вот этот закон преодолеть нельзя. Объем увеличивается очень быстро при росте размеров, а, собственно говоря, масса мышечная медленно. Ну, понятно, что есть ограничения. Самые крупные летающие, начекомые известные, в том числе и из древности, там, из каменноугольного периода, ну, такого размера там стрекозы были, это максимум. Ну, сейчас известны вот такие бабочки на тропических островах. В воде, где тело выталкивается, там могут быть и покрупнее животные. Ну, понятно, за счет того, что компенсируется выталкивание воды, размер тела, то есть масса компенсируется. А вот у позвоночных все оказалось намного лучше. У них казался внутренний скелет от хорда и внутренняя нервная система. И сразу открылись огромные перспективы. Какие? Можно увеличивать размер тела бесконечно, пока в наших условиях не закончится возможность управления, чем мышцами и, соответственно, скелетом. И что это дало? Это дало очень быстро гигантскую вспышку появления очень большого количества различных водных форм. И самые древние, здесь я специально на этом останавливаюсь, это гетероостроки и остеостроки, такие рыбки небольшие, малюсенькие. У нас есть специалисты очень хорошие в этой области. И самое главное, что, видимо, в некоторых личиночных фазах они погибали. И тогда сохранились отпечатки центральной нервной системы. Удивительно. Но этим отпечаткам примерно 450 миллионов лет. И за эти 450 миллионов лет наша нервная система не претерпела принципиальных изменений. То есть у первично водных животных, которые возникли и живут в воде, нервная система такая же, как у этих остеостроков. То есть все те же самые делы передней, промежуточной, средней, задней, притолговатый мозг. И нервы примерно так же устроены. То есть вот в чем удивительно. А вот дальше эта конструкция оказалась так эффективна, что и привела, собственно говоря, к появлению гигантского разнообразия видов рыб и к огромному разнообразию животных, которые возникли после них. Кто же это были? И здесь принципиальный момент произошел тогда, когда появились условия для того, чтобы возникли наземные позвоночные. потому что в воде, как вы понимаете, ножки не вырастешь. Там нужна необходимость какая-то биологическая. Я видел какое-то существо, честно говоря, не помню название, подводное, с ногами. Такие ложные ножки есть. Есть знаменитая латимерия, открытая в 30-х годах. Это кистеперая рыба. Да, но это кистеперая рыба. Но вопрос другой. Как возникли эти самые наземные позвоночные? Ну, хотя бы амфибии. Потому что, ну что, эти замечательные описания Ивана Ивановича Шмальгаузена, который как будто бы сидя у себя на даче на веранде описывал Девон, что выползали рыбы, открывали пасть, шевелили языком туда, сыпались насекомые, нихили. Но это, конечно, бредятина полнейшая. И модели нет, на самом деле. Почему модель? Та, которая до сих пор часто используется в учебном материале, о том, что они вышли из воды на сушу, архаичные рыбы, через вот такие мелководья пересыхающие. Но это ерунда, потому что, извините, у нас масса рыб отлично переносит пересыхание, те же угри отлично перемещаются. Ну, то есть, эти модельки не выдерживают критики. Почему? Потому что для того, чтобы, например, сформировались легкие, которыми надо дышать. У нас есть двойка дышащая рыба, у которых пузырь выполняет функции легких. Но это просто доказывает то, что с таким пузырем можно жить и в воде. То есть, смысл-то какой нет особого. Там пересыхание, конечно, да, они переносят, но не отвечается на главный вопрос. Откуда конечности-то появились? Вы как думаете? И почему ноги у нас, простите, если мы встаем на четыре точки и смотрим на собаку, например, которая стоит на четырех конечностях? Тихий вопрос из зала. Почему на передних конечностях коленки назад, а на задних вперед? Это что это такое мы делали? Довольно странно. Просто на это люди не обращают внимания. Мы привыкли жить в этом мире, и нам кажется, что это все нормально. Нет, это не нормально. Вот это раз. Во-первых, две пары конечностей. Должны быть условия, где без них существовать было бы нельзя. Вот в водной среде таких условий нет. На земле это очень хорошо. Аж как же это возникло? Откуда возникли легкие? Почему пересыхание кожи столь развитое, а у рыб, как известно, была чешуя, и у современных рыб чешуя есть, она не спасает. То есть легкие, переход нервной системы совершенно в другую конструкцию, кроме этого, дыхание механизм, конечности, система управления конечностями. Имя же надо двигать как-то. А с чего это? Где биологические условия, которые бы нужны были? Оказывается, все это произошло довольно весело и задорно. Для этого надо обратиться к Кузнецкому угольному бассейну и к аналогичным залежам угля каменного, который, собственно говоря, и дает ответ на вопрос. Гигантские полосы, то есть что это такое? Это деревья. Там находят палеоботаники, там на этом активно очень работают, огромное количество полых деревьев, которые лежали там не метрами, а сотнями метров. То есть это такие каменноугольные древесные завалы, то есть из полостей. Понятно, что такое чудесное место, где можно заняться сексом, отложить икру и даже вырастить. Потомство для рыб было святым. Я надеюсь, в этом никто не сомневается, посмотреть на любую новостройку. Там таких норок много, и все там размножаются, очень активно туда стремятся. Вот ровно такие новостройки представляли из себя гигантские каменноугольные завалы, которые мы разрабатываем уже несколько столетий, разработать не можем. просто гигантское количество. То есть это была основная среда в тот период времени, потому что они были полуводные в гигантских объемах. То есть в них были входы как из воды, так и выходы наружу. Что, естественно, туда, как положено, в хорошее место, бросилось огромное количество первично водных существ, которые стали там жить, размножаться, друг на друга охотиться, ну, все как положено. В общем, как в коммунальной квартире почти. Только с каннибализмом. То есть вот такая, причем это и в гигантских размерах была история. И в этой среде тогда, как только вы попробуете залезть в трубу, ну, например, по которой перекачивают газ или еще чего-нибудь, она и большого диаметра, то у вас тут же возникнет проблема. Потому что с помощью изгибов тела, то, что характерно для первично водных животных, в трубе трудно двигаться. Узкая она. Вот. Это раз. Во-вторых, в таких полуводных лабиринтах, что еще? Чем они еще интересуют? Там есть вода и есть высокая влажность. То есть есть возможность сохранить кожу от пересыхания. То есть там есть условия для кожного дыхания при высокой влажности и формирования развития легких. Причем на это понадобилось миллионы лет. Вот миллионы лет это и существовало. А с конечностями так. В этой самой трубе опираться лучше всего на небольшие любые выросты плавников, чего угодно. И понятно, что с их помощью передвигаться в трубе очень просто. Но есть проблема. Когда вы двигаетесь вперед, надо переставлять лапки вперед. А когда двигаетесь назад, их неудобно. А тогда вам понятно, зачем коленки нужны. Коленки нужны, чтобы толкаться вперед для задних конечностей, а передние коленки назад для того, чтобы отталкиваться, двигаться спиной. В трубе это все понятно. Это объяснимо. И тогда развитие конечностей, они совершенно обоснованы. Потому что это скорость передвижения в трубе, особенно при минимальном количестве воды, которая позволяет опираться на стенки этих труб. Самые разные. То есть вот тут и появилось то преимущество, которое породило формирование конечностей. И сформировался очень специфический механизм. То есть управление конечностями. Все же бегают, своеобразно. И самое главное, что мозг древних существ, которые превратились из рыб за миллионы лет, естественно. В амфибии он радикально изменился. Но достаточно упомянуть, что у нас появилась вомерно-ассальная система, которая позволяет, то есть основной орган обоняния вомерно-ассальная система, которая позволяет воспринимать запахи в воздухе и в воде. Понятно, что в другой среде никакого смысла для этого не существует. То есть вся эта история, переходная среда для возникновения амфибии, она стала вот эти самые водно-воздушные лабиринты. И в поведении амфибии мы видим гигантское количество свидетельств. Ну, во-первых, на амфибии три группы. Есть лягушки, всем известные. Есть тритоны, всем известные. А кроме того, есть опода. Это такие безногие, безхвостые и безглазые. То есть совсем несчастные амфибии, которые похожи на таких червяков разной формы. Они настолько древние, что если со многих видов снять кожу, аккуратненько содрать, то под этой кожей располагается рыбья чешуя, которая стоит вертикально. То есть мало того, что чешуя, она еще использована очень своеобразно. То есть тут мы видим прямые корреляции между амфибиями и первично водными рыбами. Ну и поведение соответствующее. Понимаете, у тех, у кого нет глаз у амфибии, они ориентируются исключительно по запаху. А именно запах-то имеет основное значение в таких водно-воздушных лабиринтах. Смотреть-то там чего в темноте нечего. И это стало гигантским толчком для дальнейшей эволюции позвоночных. В этих самых лабиринтах благодаря непримиримой борьбе за жизнь сформировались, возникли вот эти вот существа, которых мы сейчас называем амфибиями, с большим передним мозгом, развитым. Это орган обоняния. и наша кора, наш мозг построен на самом деле из этого переднего мозга. То есть вот эта жизнь на протяжении миллионов лет водно-воздушных лабиринтов заложила конструкцию, которая, в общем, расцвела только у нас. То есть передний мозг превратился в то, чем мы думаем. А у них эта функция основная, обонятельная. То есть у них там черт развивалась. Если посмотреть на мозг амфибии, там все сразу ясно. Там у них малюсенький мозжечок, хотя амфибии прекрасно. Вот лягушки древесные, они прекрасно прыгают, прекрасно ориентируются. Я даже в свое время делал такие эксперименты с патефонной пластинки. Запускал лягушка, прыгала к корм, который висел на пластинке, которая качалась при этом. То есть я отлично ориентировался. То есть иначе говоря, амфибии это, собственно говоря, первые наземные существа, полуназемные еще, поскольку они привязаны к воде, влажная кожа, размножение в воде, у которых конструкция мозга на самом деле практически наша. И нельзя сказать, что они очень примитивны. Вот их мало осталось в результате эволюции, но они не такие примитивные. Они обучаться могут, то есть их можно обучать. крупные из них в общем отнюдь не глупые существа, то есть удается выработать устойчивый рефлекс, который там например несколько недель хранятся. Ну и самое главное, что они эти три группы, то есть в первую очередь имеется хвостатая амфибия, конечно в измененном виде. Далее в этих же самых лабиринтах расцвет настоящих амниот, то есть рептилий. В чем смысл? Говорят амниоты, а еще есть анамни, это значит первично водные рыбы и лягушки. Это у тех, у кого есть оболочки вокруг зародыша. Это очень важный признак, кому нужно, тот почитает, но смысл такой, что переход к амниотам ознаменовался тем, что рептилии смогли сделать вокруг своего зародыша маленькое море. То есть оболочками позволили отойти от воды. Амфибии привязаны к воде, они не могут размножаться. Есть, конечно, исключительные варианты, там, пипа-пипа, например, у которых икра имплантируется в спину самцами, а потом из нее развивается там внутри зародыш, у которого в коже возникает почти такая же плацента, как у человека, кожная плацента, и там они вырастают, и уже маленькие лягушонки выскакивают из спины этих пип, но это исключение. Многие у нас держат таких, это называется другой вид пипа, кроволой, аквариумная лягушечка вот такого размера, и у нее появляется из спины не целиком лягушка с конечностями, а уже маленький головастик, но уже с конечностями. То есть можно дома даже подержать таких животных. То есть иначе говоря, амфибии все-таки очень привязаны, а амниоты унесли кусочек моря за счет оболочек для развития своих зародышей и стали собственно говоря первыми полноценными завоевателями земли. И надо сказать, что вот на рептилии смотрят, там говорят, ну они примитивные, что там змеи, туда-сюда, ящерицы. Ну во-первых, ничего не примитивные. Всем это микротехники телевизионные, о том, что крокодильские мамки нунильские там оттаскивают, перетаскивают к воде своих детенышей при всем своем хищничестве. Там могут крокодилы, вот последние наблюдения зоологов, которые работают с рептилиями, показывают, что в общем для крокодилов характерна сложная загонная коллективная охота. То есть такое раньше как-то считалось вот кошачий, млекопитающий, нет. То есть и забота о детях, и коллективная охота. Некоторые говорят, ну как же вот, а чувства, чувства есть. Не только у лебедей, которые там моногамные, нет, нет. Короткохвостые сцинки моногамные. Любовь так любовь. Среди ящериц тоже бывает. Хотя любой посетитель магазинов для взрослых, посмотрев на половые системы рептилий, поймет, что все, что предлагается, это жалкое подобие настоящих инструментов для этих занятий. Посмотрите, это тихий ужас. То есть плетка семихвост комаркиза десадо отдыхает. Ну, с рыболовными крючками, это известный его любимый инструмент. Вот это просто выдумки и ничтожи по сравнению с тем, что у сынков у некоторых змей бывает. Ну, вот, это действительно ужасно. Так что, пожалуйста, есть моногамные, вам нужна лебединая дружба и любовь, пожалуйста, у сынков есть. Обращаю внимание, что у этих сынков моста 200 миллиграмм. Ну, дыхай. Маленький обломок спички, при этом у них моногамные отношения. Говорят, нет коллективных, вот, мол, где коллективного творчества, ничего подобного. Австралийские сцинки роют коллективные нормы. Причем у них по-разному бывает. Бывает прям шведская-шведская семья там, все со всеми. А бывает и так более дифференциально. То есть, те проявления общественной жизни, которые мы раньше относили исключительно к млекопитающим, есть и у рептилий. Есть пустынные ночные ящерицы, которые проявляют коллектив, создают коллективы, которыми живут. Очень успешные. То есть, более того, недавно было проведено несколько крупных исследований. Вдумайтесь в слова. Это дело касается рептилий. Личность и индивидуальность у рептилий. Нормально? Я вам в прошлый раз рассказывал про индивидуальные интеллектуальные возможности жуков, что они тоже разные. Действительно разные. Но у этих современной зоологой зоопсихологи находят и признаки личности. Так что... А вы считаете как? Я считаю, что да, конечно. Но у меня сейчас живут две вот таких жучихи. вот. У них точно разное поведение, у них точно разные, так сказать, разные личности. То есть Фрейду было бы чем заняться, если бы он обладал вечной жизнью. То есть выдумывать бы можно было. Так что же оценивают? Вот это особенно интересно, я думаю, для всех зрителей и слушателей. У рептилий, когда исследуют личность и индивидуальность, это оценивают таких рэксиках застенчивость. Насколько это обосновано с вашей точки зрения? Это обосновано абсолютно экспериментальным поведением, наблюдениями за этими существами. У нас просто не было, еще раз повторяю, у нас столетиями, тысячелетиями не было возможности фиксировать, документализировать их поведение. Как только были созданы вот эти маленькие камеры компактные, которые позволяют науку в этой области пошла семимильными шагами, и все эти глупости, которые писали в 50-е, в 30-е годы, все эти закономерности а-ля теория условного рефлекса, теория функциональных систем и прочие всякие нелепости, они отвалились полностью. А уж психологические рассуждения, кто поумнее, кто поглупее в животном мире вообще не стоит выеденного яйца. Так вот, застенчивость, противоположность смелости. Хотя, казалось бы, трусость. Исследовательское поведение и избегание, активность, общительность, агрессия. И все это исследовалось. А дальше, уважаемые господа, берегите природу. Обыкновенных ящериц. Поймите, когда вы пытаетесь палкой там придушить ящерицу, что она может быть просто застенчивая. Ну, может быть, не надо этого делать. Поберегите достаточно животных с очень сложным поведением. То есть, таким образом, забота о детенышах, коллективная охота, коллективная семья, моногамная семья. Вы чувствуете, что я рассказываю почти как бы рассказы из лондонского сити. Ну, почти одно и то же. или французские, там, Елисейских полей. То есть, все это характерно для рептилий. Но самое главное у них другое. У них дело в том, что у рептилий впервые появляется в том самом переднем мозге зачаток будущей коры неокортекса. Пока это еще маленький клочок скопления нейронов на боках переднего мозга, из которых потом и вырос наш передний мозг со всеми бороздами и звильными. У рептилий он как раз и появился. В результате чего? Неокортекс, это самое его малюсенький зачаток, первые признаки, он еще не слоистый никакой, появился из-за того, что у рептилий огромную роль стал играть в омироназальный орган, то есть, орган полового обоняния. То есть, вы знаете, что у рептилий это очень сложное занятие в смысле сексом позаниматься. Во-первых, периодичность редкая раз в год. Сами понимаете, какие страдания испытывают целый год, пока доберутся друг до друга. целый год готовятся. Целый год, да, все мысли об этом. Вот представьте себе, и уж потом, конечно, там начинается... Отрываются по полной. Отрываются, ой, по полной. Поэтому я говорю, там половые органы у самцов похожи на такие. Стрелы с обратными захватами, там, в общем, если попал, то что бы наверняка плодотворить. И поиск полового партнера при этом является ключевой вещью. И запахи половые начинают играть колоссальную роль. И просто этот орган гигантский. Ну вот, приведу самый интересный пример, который понятен. Тем более, он, так сказать, подрывает авторитет западных исследователей. Дело в том, что вот все видели фильмы с динозаврами, там, где большие такие динозавры, которых никогда не было таких размеров. Максимальные размеры, вы можете дойти до Палеонтологического музея в Москве и там посмотреть. Ну, 3-4 метра, ну, Ну, вес там 17 тонн, это завиральная история. Я думаю, что 5-6, иначе таскать бы ему нельзя. Это не такие, они такие большие, как там в фильмах они скачут и бегают. Но самое главное, что, судя по всему, вот эти тираннозавры, а тираннозавров было много, и не только в Америке, в тираннозавры, кстати, в Америке не очень большие были. Большие, но не настолько. Крупные самые, жили на территории современной Монголии и называются тираннозаврами. Ну, вот, и вот у них, вот, несмотря на весь размер их, большой, мозг всего около 200 грамм. Я неоднократно исследовал палеонтологические остатки и делал слепки, ну, примерно вот такой. То есть, и полностью похож на любую обыкновенную ящерицу. Ничего там уникального нет. Американские палеонтологи любят выпускать, а там же очень много популяризаторов, там палеонтологов раз-два и обчелся, вот любителей всяких таких стационарских шляпок и в крокодиловых туфлях полно. Вот, верить им нельзя ни в чем. Это просто какие-нибудь инженеры или просто богатые люди, кто тут развлекаются так. Они как раз это все сочиняют и придумывают. И вот, собственно говоря, это животное, тернозавр, самая крупная хищная рептилия того периода, когда, значит, динозавры процветали, она была, судя по всему, падальщиком. Выноситься при такой массе тела она не могла. Из-за чего? Потому что мускулатура-то какая? Рептилийная, она не приучена к тому, чтобы так долго и напряженно работать, как у млекопитающих. А самое главное, у него был огромный вот этот вомероназальный орган, который позволял им находить самочек на огромных расстояниях. А тернозавр, позвольте, хладнокровный? Судя по всему, да, это хладнокровный. Вообще, рептилии были довольно хладнокровные. Представить себе, что у них появилась миоглобиновая мускулатура, никаких следов ее нигде не найдено. Нет вида динозавра, который был бы теплокровным? Для этого нужно найти доказательства. Мы тебя об этом спрашиваем. Для пока таких доказательств нет, потому что теплокровность, она подразумевает что? Что где-то это тепло вырабатывается. А где оно должно вырабатываться? Значит, есть там несколько версий. у птиц один механизм, у млекопитающих немножко другой. Имеется в виду повышение температуры тела. У динозавров быстрее всего, если был бы, то был бы, конечно, птичий вариант, а не млекопитающий. Но пока убедительных доказательств нет, потому что при появлении теплокровности идет перестройка многих сосудистых систем в организме, а они в палеонтологических останках обычно сохраняются в виде дырок сосудистых. Так вот, такой перестройки не видно. Скажем так, доказательной базы пока нет. Не исключено, что какие-то, особенно те, кто был в промежутках при переходе птиц к полету, это мы отдельный будет у нас разговор, и могли случаться такие варианты, но думаю, что они были нечисты, поскольку пока система воскулиризации не предоставляет нам доказательств. Потому что там есть законы очень простые. Если у вас кровь теплая, она быстро двигается, там одни законы конструкционные, если холодные двигаются медленнее, то другие. Ну, там, поскольку крупные рептилии быстрее всего все-таки были хладнокровными, они как раз обладали всеми теми же свойствами, что современные ящерицы. ничего уникального там не было. Они так же точно грелись, они так же точно паразитировали на огромном количестве там хищники растительноядных динозавров, и ничего сверхоригинального не было. Еще любят американские палеонтологи порассказывать о том, что у них, мол, где в поясе задних конечностей был второй мозг. Двудум. Да-да. Ну, вот, я думаю, что вот, чтобы они... Они, видимо, думали точно таким же мозгом, который находится у динозавров, тем, кто это говорит. Что это такое? Так называемое люмбальное расширение спинного мозга. Оно есть, есть в современных птицах. Обычный голубь, вот, сезарь, который летает, имеет такое расширение. Ну, и что? Это расширение связано с тем, что иннервируется задней конечности. Нейронам не хватает места, они... Нервная трубка не закрывается, а остаётся вот такой полуоткрытый, как в заднем мозге. Всех дел. И нечем там думать. Это механизм, обеспечивающий доступ к сосудам нейронов, которые управляют задними конечностями. Выдумьте это всё. Никакого там ещё одного центра мысли в районе ягодичных мышц нет и существовать не может. Это просто моторные центры, которые встречаются у современных птиц, вот у голубей, кстати, у страуса огромные. Просто расширение. Люмбальное расширение хорошо известно в строительной анатомии там с 19 века. Но самое интересное, что этот мозг, у которого в зачатках появился неокортекс, как центр обслуживания половой системы. Это оказалось очень эффективной вещью. Оказалось, что с этим конструктивом можно дальше развиваться. И действительно у многих и у черепах, и у крокодилов, и даже у ящиц самых простых эта тоненькая неокортикальная пластинка присутствует. Она маленькая, небольшая. Но это первая в истории амниот, надстройка над всей основной нервной системой. Вот на этой базе, которую рассказал подвёлкни, и возникла довольно сложная интеллектуальная активность рептилий. В чём же дело? Значит, оказалось, что вместе с тем интеллектом, которым говорил, сложное поведение, коллективное, коллективное рычёнор, коллективная охота, это всё требует интеллекта, и не маленького, потому что договориться между собой люди-то иногда могут с трудом. Чего уж тут говорить? А здесь у рептилий всё это отлажено. Но самое главное, что в 96-м году Гордон Бурхард впервые обратил внимание на то, что он там на крокодилах, черепахах, он первый об этом сказал, что рептилии, судя по всему, могут заниматься всякими отвлечёнными, и это очень важно, небиологическими занятиями, а именно играть. Он показал, что могут играть крупные рептилии с крупными мозгами, действительно могут играть с шариком там, с какими-то предметами. Ну, я уж не говорю про крокодилов, которые там умудряются играть с такими предметами, что мало не покажется. Крокодилы, например, ложатся и выкладывают себе на нос палочки. Зачем? Для того, чтобы привлечь птичек, которые хотят строить гнёздышки, они хотят сделать скрепкую птичью семью. Приходят за палочкой, а дальше крокодил делает щёлк, и семьи больше нет. То есть, иначе говоря, он для того, чтобы охотиться, он понимает, что... Приманку делает? Птицы собирают палочки для гнёзд, он выбирает поприличнее, выкладывает себе доносы, ловит балбесов. То есть, он такая... То есть, он в этом смысле умнее птицы? Ну, получается, что в данном случае птицы выступают не очень умными. То есть, понимаете, это что значит? Это что в голове у крокодила? Сообразил, значит, где-то. Он, во-первых, видит, что птицы собирают. Он понял, что это повод приманить птицам. То есть, это не врождённое поведение? Нет, нет, нет. Это благоприобретённое. У нас многие так этому не обучаются. А другие крокодилы с детства выучиваются, подражая? Ну, и подражают, а там много чего. Вот крокодилы не обязательно подражают. Там у них самостийное возникает. Он видит, что птица собирает палочки. Он видит, какие он подбирает соответствующие, выкладывает на морду, ловит птичку. Ну, отлично. То есть, вот вам, пожалуйста, двухфазное поведение, которое всего 30 лет назад психологи просто исходили из себя, объясняя окружающим, что двухфазное поведение характерно только для высших приматов и человеков. Мне вот не очень понятна эта технология. Вот, допустим, это крокодил, вот этот урод. Он себе на нос положил, птица прилетела. Как же он поймает? Если он открывает ловить, птица же улетела. Нет, крокодил, вы знаете, он вообще ловкий парень. И вот кто работал с крокодилами, я немножко имел с ними дело. Вот нельзя никогда сбоку подходить. Ударит хвостом? Нет, схватит за ногу обязательно. Они такие ловкие и быстрые, что представить себе нормальный человек не может. То есть вот птица там просто подходит к этим палочкам, он щелкнет с такой скоростью. На подлёте. Она села рядом, чтобы палочку выбрать. Вот так это делается? Ну, конечно. Но самое главное не это. Вот Гордон Бурхарт, знаменитый, в 95-м году показал, что вот эти рептилии могут играть. То есть, понимаете, это очень важно. Когда ты охотишься, понятно, поесть. Цель хочешь. Цель есть. Ну, когда у тебя нет цели, и ты записываешься там, например, черепаха, футболисты, ну, это уже странно. То есть, а черепахи отлично играют там шариками, особенно водные, там гоняют, развлекаются. Понимаете, для этого нужен определенный интеллект. То есть, для этого нужно осознание того, что ты делаешь. И вот у рептилии это и есть. Но самое, так сказать, яркое событие в этой области произошло несколько лет назад. И, собственно говоря, в лаборатории, которой я заведую, было впервые открыто игровое поведение гекконов. Объясню. Все-таки у крокодилов и черепах это все-таки серьезные твари. Это архозавры. У них мозг большой. Даже у маленького крокодила мозг большой. Это уже несколько грамм. Это крупные. То есть, это очень мозговитые рептилии. А вот у гекконов там мозг до 100 миллиграмм. Вообще, вот такой геккон толстопалый, у него там 100 миллиграмм всех мозгов. То есть, меньше намного, чем там головка спички. Чуть побольше головки спички. И что же оказалось? Мы использовали этих гекконов для того, чтобы проводить исследование в невесомости. И в этой самой невесомости, для того, чтобы за ними наблюдать, мы вели постоянную видеосъемку. А для того, чтобы их различать друг от друга, не по глазам, не по пятнышкам. Мы приводили этот пример. Там мы надели ошейник. Что оказалось? Один ошейник соскочил, и, значит, эти самые гекконы стали играть в него. Подкидывать носом, толкать, перебрасывать. То есть, они осмысленно играли с ошейником. Причем, они могли поиграть там и с собственными фекалиями, и с червяками, которые там тоже парили, и с линчными шкурками, но этого не происходило. Им интересовал вот такой объект действительно интересный. Они не то, чтобы пытались съесть или еще. Нет, они с ним играли, и было полно. То есть, это говорит о том, что у животных, начиная с уровня рептилий, мы у позвоночных можем гарантированно ожидать игрового поведения. А это значит, что они не только абстрагируются от еды размножения и доминантности, но они еще могут получать в каких-то формах удовольствия от того, что занимаются нечисто биологическими процессами. То есть, мир оказался несколько сложнее, чем мы себе представляли. То есть, сложное поведение, не приносящее прямой биологической выгоды для животного, оказалось более распространено, чем мы могли себе представить. Но если с уровня рептилий мы уже это видим, то чего говорить там о птицах, млекопитающих или о нас с вами. То есть, поэтому человечество является собой очень печальный образ по сравнению с гекконами, потому что у нас все-таки 1300 с лишним грамм мозгов, а не 100 миллиграмм. От нас можно, мне кажется, ожидать намного большего. Какие-то примеры еще у вас есть? Ну, примеры, они бесконечны. Приведите еще интересные примеры. Есть коллективное поведение и даже индивидуальная изменчивость у обычных гадюк. Вот это интересно. Ну, вот, то есть, они также, и специальное исследование, о котором я уже упоминал, личности, индивидуальность у рептилий, там не только ящерицы, в смысле, гекконы использовались, но и змеи, причем змеи, самое смешное, такие, которые нам хорошо известны, гадюки. И вот у гадюк тоже разные манеры поведения, не индивидуальные, то есть, даже в мозге гадюки индивидуализация доходит до того, что они по-разному себя ведут в абсолютно одинаковых ситуациях. То есть, не из-за того, что они в разных ситуациях по-разному, нет, ситуация одна и та же, но они выбирают разные стратегии поведения. И то, что я говорил, там у кого-то есть застенчивость, у кого-то смелость, это касается и гадюк, как ни странно это звучит. То есть, таких примеров на самом деле очень много, потому что сейчас, говорю, из развития этой микротехники, стали доступны такие вещи, как, например, ночное поведение рептилий, которое раньше было невозможно. Именно из-за него вот это вот удалось в пустынях заснять знаменитые ночные, у ночных ящериц образования устойчивой группы, которые перемещаются. До этого это просто было вообще, никто не... То есть, стая. То есть, да, то есть, иначе говоря, шайка, я бы сказал смелее. Шайка, стая, ну, это как-то... А вот шайка такая, где животные первые, то есть, представляете, какой уровень интеграции. Животные знают друг друга, они знают, что от кого ожидать, они как-то договорились между собой, чтобы совместно перемещаться и охотиться. Не принимают чужаков? Это всегда происходит очень проблематично. Много сейчас статей появилось, таких серьезных, зоологических по поведению, где они пытаются внедрить чужака, ну, там, искусственно. Но это отдельная тема, потому что сложное поведение, которое имитируется, как в эксперименте, так и с помощью биомеханических моделей. Это сейчас очень интенсивно развивающаяся область такой, зоопсихологии. Ну, делают модельку, которую управляют и смотрят, значит. Как вы думаете, какие-то практические выгоды вот эти исследования могут нести, кроме общетеоретического желания познать мир? Нет, конечно, огромные, потому что если мы видим на таком уровне, я бы сказал, низком, с точки зрения человека, такой уровень сложности поведения, то что же мы можем ожидать от более сложных животных и от себя? Мы можем найти в себе какие-то скрытые способности? Ну, конечно, ну, не скрытые способности. Мы можем найти в себе те, скажем так, свойства мозга, которые мы не используем. Ну, примеров полно. Вон, пожалуйста, мы отлично ориентируемся в электромагнитном поле. Конечно, вот в студии ориентироваться в электромагнитном поле нельзя, потому что здесь это не электромагнитное поле, а каша из различных наводок, сигналов, проводов и всего остального, вот телевизоров и остального. А вот это же эксперименты большие были, показывали, что человек может отлично ориентироваться. Это пришло после изучения птиц, кстати говоря, в голову, из-за того, что у нас есть так называемые металлопротеины, которые имеют некое сродство к направлению магнитных полей. И человек на самом деле может ориентироваться в магнитном поле, если оно обычное, то есть не фальсифицированное. А можно фальсифицированное направленное, и он тоже может ориентироваться. Поподробнее. Первый раз слышу об этом, как это происходит. Ну так, они, например, эти рецепторные системы, открыты лет 20 назад, они находятся в мозговых оболочках, там сидят металлопротеины, есть некоторые структуры своеобразные, рецепторные. То есть, ну, как всегда, любая рецепторная система в нашем организме может быть описана в трех диапазонах. это электромагнитное излучение, это механическое, да, и вариант электромагнитного это тепловое, то есть, ну, свет электромагнитный, это и свет в том числе, понимаете. То есть, у нас вот как бы небольшой набор. Но как воспринять или напрямую электромагнитное излучение? Ну, обычно просто. Какой-то некий рецептор, и в нем, или на нем, или в нем сидит белок, металлопротеин, то, что я говорил, который вызывает деформацию мембраны. То есть, если электромагнитное поле есть, то этот белок будет изменять свою ориентацию. Ну, к примеру, так предельно упрощаю. Изменять давление на клетку. Если он внутри клетки, значит, он будет регулировать скорость прохождения сигнала через клетку. А как человек это почувствует? Ну, вот ему кажется. То есть, ему кажется, что вот тут поле есть, да? Что есть направленность поля. В основном изучали ориентацию поля. И как это выглядело? Человек что, находил поле? Да, человек указывал, что находил поле после довольно длительной адаптации, потому что его не надо трогать руками некоторое время, чтобы он побыл вне электромагнитной каши, как мы сейчас находимся. И тогда он поотлично ориентируется без всяких других внешних признаков. То есть, имеется в виду солнце, небо, всякое такое. Вы говорите, а мне почему-то по ассоциации приходят мысли о лозоходстве. Помните, такие рамки железные, с помощью которых, как говорят, можно находить лозоходы, так называемые. находить колодец, будущее место колодца, воду находить. Вот я не знаю, вот такая вот ассоциация возникла. Нет, это в определенной ситуации эта штука лозоходы искали таким образом и руды. А реально это все? До известной степени реально не у всех получается. А на чем основан этот механизм? Ну, в общем, на самом деле основан на собственной чувствительности электромагнитной. А, то есть, именно на том, что вы сейчас и сказали? Да, конечно. То есть, эта вот ассоциация у меня возникла не просто так? Нет, нет, это все та же самая электромагнитная чувствительность. действительно все дело. Но она просто, ее главное проявить и показать, что какой-то измене происходит. Тут интересный момент. То есть, одно время, ну, если, как говорят, в далекие прошлые времена это было совершенно естественным делом. Потом очень многие люди стали относиться к этому как шарлатанству, что так быть не может, это ненаучно, это какие-то дедовские сказки. А вот вы сейчас подтверждаете, что это все-таки было реально, и да, это возможно. Да нет, это и сейчас есть люди, которые с помощью лозы отлично находят секретные военные кабели, потому что в них электромагнитная пуля гигантская. Ну, вот, это таких историй тема тьмущие. Дело в том, что на самом деле это реакция наших вот этих вот металлопротеинов, которые так или иначе считываются. Но у кого-то лучше это получается, у кого-то хуже. Причем непонятно, вполне возможно, что снимается сигнал с мозговых оболочек, а вот эта палочка, она является на самом деле просто, так сказать, имитатором этого всего. Знаете, мы так с вами до телепатии дойдем. Нет, до телепатии дойти нельзя, потому что инструментов приема и передачи нет. Но, вы знаете, я тоже в телепатию не верю, но судя по тому, что вы говорите, ведь еще совсем недавно и ориентация в электромагнитном поле, как вы говорите, ну, не была научной. Почему? Нет, это все известно с довоенных времен, как только мы стали, научились измерять электромагнитные поля в них, тут же стали совать всякую живность, и человек в том числе. И все прекрасно знают, как мы чувствуем себя после томографа. Ну, кто в томографе? Правда. Но одно дело чувствовать, другое дело ориентироваться. Это же не одно и то же. Нет, но у вас там в результате мощнейшего электромагнитного напряжения у вас эти самые металлопротеины разворачиваются все. Ну, естественно, вы потом испытываете дискомфорт. Ну, вот самый простой пример, уж все там побывали, мне кажется. Ну, это такое мощное воздействие, что тут уже везде, где есть полярные белки, а металлопротеины, это, по сути дела, белок с металлом, то, конечно, возникают такие ощущения, отрицательные. Ничего, так сказать, удивительного в этом нет. Это известно до военных времен, когда производили помещение у людей в электролечебные кабинеты. Это такая катушка диаметром полтора метра. Я не знаю, она сохранилась после заботы Чубайса в Политехническом музее. Раньше она была. Там просто от человека на этих на плечиках опускали и включали электричество. Это ведь не одно и то же. Это одно и то же. Если вы ставите человека туда и создаете мощное электромагнитное поле, металлопротеины не могут не реагировать. На другом. Одно дело реакция, другое дело использование это сознательно с определенными целями, как лазоходство. Нет, лазоходство, понимаете, не все обладают лазоходством. То есть, это значит, что у одних рецепторный аппарат более раздель, других нет. А эта палочка или там проволочка, она вообще может быть имитационной вещью, он просто чувствует... Чтобы настроиться. Да это вообще просто имитация для публики. Потому что он чувствует изменения и в этот момент он непроизвольно, так сказать, этой палочкой шевелит. Меня это и удивляло, потому что, ну, лоза, это дерево, ну, при чем действительно магнитное поле? Да я объясню сейчас. Дело в том, что это проявление, то есть, чувствует он не сесть не лозой. Да-да-да, я про то и говорю. Ну, как, похоже на деревяшку сухая лоза. Ну, это знаменитый опыт с этим, с конем. Я уже забыл. Ну, вы говорили, да, вы рассказывали. Когда он просто замечал микроизменения, там, движение, пальцы хозяина и тут же угадывал буквы. Как только поставили за бумажку, все, он изучился считать. Да, мы беседовали с этим. Ну, вот, здесь то же самое, просто эта палочка, это демонстрация. Как волшебная палочка. Да-да-да, то есть, руки начинают непроизвольно двигаться, когда сигнал, вопрос, как ты, насколько хорошо ты воспринимаешь изменение электромагнитного поля. Все. Это интересно. Очень интересно. И сейчас мы должны завершать нашу беседу, но мы будем обязательно продолжать и совершенно неожиданно для меня вот передача вышла на такую тему. Я, честно говоря, не ожидал. Ну, дело в том, что мы-то с вами, считайте, слепые и глухие в животном мире и зрение в ультрафиолетовом свете и электромагнитных полях и там даже у рыбок, которые формируют электромагнитные поля, существуют специальные приемники этих электромагнитных полей. Есть, то есть, электромагнитная чувствительность это фундаментальное свойство. И многие рыбы, которые обладают способностью генерировать электромагнитный сигнал вокруг себя, у хвоста, например, электромагнитный сигнал формируется, а на голове считывается. Так у них для анализа этого электромагнитного сигнала развит мозжечок до таких размеров, что он может превышать по размерам весь остальной мозг вместе взятый. То есть, они думают в электромагнитных образах мира. Это совсем другое. Еще американские кинорежиссеры до этого не додумались. Но они малограмотные, поэтому так можно было бы создать ново-фантастический фильм. До свидания. Большое вам спасибо за эту беседу. В студии был Сергей Вячеславович Савельев, профессор, я ведущий, Дионис Коптарь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!